Радио Болткома. Утро на Болткоме. И мы продолжаем Утро на Болткоме. Впрочем, это и так понятно из джингла, зачем я это каждый раз говорю. Лучше я повторю, что сегодня 18 мая, и в самом центре, например, латвийской столицы, где мы находимся, прямо сильный дождь. И вы уж, пожалуйста, планируя свой день, выход из дома, если вы еще сидите дома и вам везет, учитывайте эти обстоятельства, что в данный момент плюс 12, и ничто не свидетельствует о том, что температура вырастет, зато все прогнозы пишут о проливных дождях. Так что берегите себя, берите зонты, утепляйтесь, не знаю, шарфик какой-нибудь накиньте. Здравствуйте. Хорошего вам дня, но надеюсь, что вы проведете еще хоть какое-то время с нами, потому что очередной гость – обещанный представитель Рижского цирка, а конкретно креативный директор Мартин Шкибер с нами на связи. Мартин, доброе утро. Доброе утро. – Благодарю, что нашли время присоединиться к нам. Почему мы выбрали сегодня в качестве одного из гостей представителя цирка? Потому что появилась информация о том, что, в общем-то, заключен договор о ремонте фасада здания, исторического здания Рижского цирка. Здание было построено, между прочим, в 1888 году, и давно назрела проблема, и давно назрела необходимость комплексной реконструкции Рижского цирка, и договор почти на 4 миллиона. Господин Киберс, расскажите, пожалуйста, чуть подробнее о том, что произойдет со зданием, как скоро оно смогло бы открыть двери, с учетом имеющихся эпидемиологических ограничений. А, о как я завернул. Ну, я начну с того, что, наверное, надо уточнить, что это не ремонт фасада, а это больше первый этап, который посвящен теплоизоляции и энергоэффективности Рижского цирка. И да, и это планируется реализовать в течение 15 месяцев. То есть первый этап, вообще-то проект намного больше, да, он представляет себе тоже и здание школы Рижского цирка, потому что образование – это очень важное дело для нас, и резиденции, где могут приезжать артисты и потом создавать свои спектакли. Так, да, это в первую очередь мы будем делать все, чтобы эти все остальные этапы тоже в скорейшем будущем можно было осуществить. Ну, в данной ситуации, да, это идет речь о том, что мы делаем новую теплоизоляцию, это новая крыша, которая будет стоять поверх, на старой конструкции. Вообще-то такой интересный факт, что цирк, он весь как бы стоит на жежде... О, не могу сказать. Жежда для рельсов, да. О, как интересно. Это 36 рельсов, которые стоят вокруг вот этого круглого здания. И объект очень-очень-очень непростой, да, потому что это круглое здание, не так много круглых зданий вообще в Латвии. И сам цирк тоже по себе является многим очень специфичным делом, да. Это большой дом, ну, то есть дом в таком смысле, что большая высота арены. И вот так, что мы очень рады, что в конце концов мы вот достаточно таких очень сильных партнеров набрали. Это архитектор хороший, НРЯ, который уже себя проявили в разных хороших проектах. Это и сейчас вот, как бы, это группа Айдахо, которая, которая, это юридических лиц, группа строителей, которая, у которой очень большой опыт. И мы смотрим на то, чтобы в конце 22-го, начале 23-го года, мы смогли бы уже пустить первый раз посетителей на какой-то спектакль, который будет происходить в Рижском цирке. А так, иначе у нас зимой не было возможности ни для тренировки Рижской школы, ни для спектаклей, потому что изначально вообще там не было никакого, ну, то есть ни теплоизоляции, ни самой вентиляции, и самой такой, так сказать, ну, было холодно, было холодно. И самое главное то, что, да, ну, как бы, здание очень исторический памятник, да, и он, так, 133 года. Но последний ремонт был, который такой основательный ремонт, был в 1954 году. Так что, да, здание, то есть, однозначно будет, это даст ему новый, новый начало. Ну, в общем-то, давно назрело, действительно, потому что жалко было читать все сообщения в средствах массовой информации об этом ужасающем техническом состоянии, практически аварийном. У нас есть звонок из прямого эфира, давайте примем. Алло, здравствуйте. Доброе утро. У меня вопрос немножко с другой стороны. Цирк всегда пользовался в Латвии очень большим успехом, и туда приезжали на автобусах из деревень, из других городов. А что вот сейчас, вы со стоянкой что-нибудь подумали, значит, когда цирк восстановится, опять народ начнет ездить, а сейчас и машин очень много стало. Спасибо. Спасибо. Вопрос очень хороший, очень болезненный, но мы будем работать на стоянке, которые вокруг цирка. Ну, на момент то, все, которое, ну, то есть, земляной участок, который начинается с улицы Меркеля и кончается улица Алфреда Халмэня, будет посвящен только цирку и школы и резиденции. Ну, на данный момент стоянка мы не можем, так сказать, не можем там в этот кусок еще сделать стоянки. Так что будет, ну, вокруг очень много стоянок на улице. Элизабетес есть большая стоянка, в которой можно ставить машины. И также около дома, ну, как это, около консерватории там есть стоянка. Так что не так страшно. И сейчас с тем, что тоже на, то есть, станция железнодорожная сейчас меняется, и там будет много возможностей ставить машины. Так что, да, ну, будем, мы больше концентрируемся просто на сам цирк, на развитии цирка, на развитии отрасли как таковой, не только на дом, но на тоже на развитии вот циркового образования, циркового, и да, так что такой мой ответ. Ну, и тем более, будем откровенны, у нас в гостях все-таки креативный директор рижского цирка Мартин Шкиберс. Да, вопрос стоянок, тем более в историческом центре Риги, он больной, и не только для рижского цирка, но и, скажем, часто упоминаются стоянки вокруг центрального рынка. Ну, как есть, да, руководство предприятий пытается решить эти вопросы в силу городского планирования. Но давайте вернемся к творческой все-таки части. Что сейчас происходит в цирке? Потому что я вчера, готовясь к эфиру, с удивлением, прямо скажем, узнал, что работа, в общем-то, не приостанавливается, и резиденты работают, и летняя школа работает. Расскажите подробнее про этих резидентов. Во-первых, что такое резиденты цирка? Какие программы они готовят? Где и когда их можно будет увидеть? И вообще, они готовятся для Риги или для других мест? Ну, во-первых, вообще, современный цирк, он так построен, что группы встречаются вместе, и они делают свои вот такие двухнедельные, месяцные, двухмесячные резиденции где-то, и работают над новым спектаклем. В конце этой резиденции мы всегда пробуем, чтобы труп сделал какой-то свой, так сказать, work in progress, который бы был еще не завершенный спектакль, чтобы показать зрителям. Но на данный момент, да, у нас очень такая известнейшая австралийская компания уже месяц работает на нашем новом месте, пока здание цирка будет закрыто. Это на Вагенскаунсе. На Зеллю, да? На Зеллю, 20 лет. Бывший факультет физико-математики государственного университета. И, да, там очень мы, ну, то есть устроили спортивный зал со специальным оборудованием, где можно делать, то есть, воздушную гимнастику, да, и остальные все, ну, возможности есть очень, намного больше, чем, например, было у нас раньше. Не в здании Рижского цирка, где-то мы снимали какие-то помещения. И, да, и потом у нас приезжает литовская команда, литовско-чехская, скажем так, и они будут показывать, они будут готовиться тоже в свой новый спектакль. И потом будет тоже эстонско-финская группа приезжает после них. Так что такие резиденции при этих эпидемиологических ситуациях можно делать, это как бы, это разрешено, и в конце этих резиденций всегда мы показываем какой-то, как я уже сказала, working progress. Также наша Рижская школа цирковая, да, есть занятия онлайн, которые можно там научиться, например, жонглировать дома или делать какие-то манипуляции с предметами разными, не только цирковыми, ну, например, с кружками или там помидорами, да, это у нас такие онлайн занятия дома, для маленьких групп мы также начинаем уже занятия на природе, и это место, где мы сейчас находимся, позволяет это очень хорошо, потому что там вокруг парк хороший, это там также дальше парк Узвары, парк Победы, так что, да, такие активности уже начинаются. Также мы планируем уже на осенний период уже представление, будем привозить разные группы из-за границы, да, которые будут, ну вот, например, сейчас планируется в доме конгресса ВЕФ, не в конгресс, дом культуры ВЕФ, 8-9 сентября, представление французско-колумбийской группы, которая очень известная группа, которые, ну так, то есть такие акробаты большой, большой, с большим, то есть большой ценность. Ну, вы так смело прогнозируете постановки, которые можно будет увидеть вживую в сентябре? Ну, знаете как, мы сейчас планируем, потому что, ну как, мы на момент мы запланировали это, мы договор есть с артистами, конечно, будем смотреть, что будет за эпидемиологической ситуацией, но будем смотреть, как это, как сделать, как, если, если не будет возможности, так понятно, не будем идти против течения, но... Ну, разумеется, кто же позволит. Да, ну, понятно. Ну, с другой стороны, также у нас, я думаю, какие-то, будем смотреть на какие-то возможности, делать что-то на природе, на природе делать какие-то игры с цветовыми элементами, да. Ну, да, но это как, есть такая чуть-чуть импровизация, надо всегда иметь план B, да, на то, что если что, нету, если нету эпидемиологической ситуации, не разрешают это делать. Так что, да, но так, так, я думаю, у всех культурных организаций, все театры также планируют что-то, делают свои спектакли, не показывают среди зрителям, чтобы потом их можно было, когда будет возможность, показать. Мы беседуем с Мартиншем Киберсом, креативным директором Рижского цирка. Вы упомянули занятия на свежем воздухе. Я знаю, что в Парке Победы в мае как раз планируются занятия так называемым контактным стафом, а проще говоря, с палками с двух сторон, которых емкости с огнем. Причем это занятие для публики, я так понимаю, можно записаться, заплатить деньги и пойти научиться вертеть вот эти палки огненные, да? Да, да, да. Это у нас есть один из наших преподавателей Рижской цирковой школы, как раз у него есть также компания, где он занимается этим, так сказать, контактным жонглированием огней, да. И да, так что он человек с большим опытом и будет, возможно, записаться. Все, смотрите, циркс.лв. Там все будет, вся информация будет там, и можно будет, да, записаться. И потом, да, это как раз на праздник Лигу можно кто-то что-то научиться, чтобы делать дома. Что называется, мы не рекомендуем это делать дома, но если сходить на специальные занятия вот этим контактным стафом от цирковой школы, то вы будете владеть и собой, и огнем. Кстати, на этом ресурсе циркс.лв можно посмотреть и промо-ролики тех самых резидентов, которые сейчас репетируют во временном пристанище Рижского цирка, пока основное историческое здание ремонтируется. Но какой информации там нет, Мартиньш, что будет с животными? И вообще в целом в мире ведь отказываются же, да, от использования животных в цирковых программах? Ну да, это уже такой процесс, который уже давно начался, да, и в разных странах это по-разному. Ну, скажем так, в первую очередь в Рижском цирке как таковых животных не было, ну, то есть местных животных, кроме там, не знаю, ламы какой-то или питона, которые были с местными артистами выступали. А так все животные приезжали и, ну, современный цирк себя как бы не смотрит на животных. Я думаю, вообще это поменяет, ну, само общество меняется, и цирк тоже меняется. Если, например, сто лет назад цирк был каким-то образом показывал свое превосходство над природой, да, над природой, там человек мог свою голову пасть положить или льва, или там, или показать разные какие-то моменты, как он сильнее природы. Я думаю, сейчас это вообще поменялось, это вся ситуация. Мы думаем, больше смотрим на, чтобы сохранить природу, чтобы сохранилась природа, фауна, флора, все это было. И я думаю, чтобы посмотреть на животных, во-первых, это, ну, это, я думаю, тоже очень хорошо, это можно посмотреть в разных фильмах, и зоопарк всегда будет существовать. Я думаю, здесь проблема в том, что в цирках, ну, я знаю, что самое, наверное, трудное для животных, это все эти переезды, вот, переезд с одного цирка на другой. И, да, ну, с другой стороны, конечно, это традиция, которая была, ну, сейчас Европа, и Западная Европа, и Канада, и, не знаю, Австралия, и все те страны уже не работают с животными. А куда же в таком случае делись те немногочисленные животные, которые были при рижском цирке? О, ну, я же так уже говорил, была лама. Да, где она сейчас? Она сейчас, это не было, это было частное, 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 частное животное, это не принадлежало рижскому цирку, это был фотограф, который с ней делал, то есть, фотографии, там, в Эрманском парке он выходил и делал, так что он забрал свое животное. А я знаю, что питон, который был, ну, не знаю, я там, последовательность, но я знаю, что в 2014 году в рижском цирке был пожар, был пожар, и один питон скончался в дыму. Да, это была печальная история. Мартин, нам, к сожалению, пора заканчивать. Ну, вот как раз вот эта история пожара, она и доказывает, что ремонт в рижском цирке давно назрел и сейчас идет, восстановление и крыши, утепление и так далее. Все работы, о которых нам рассказал креативный директор рижского цирка Мартин Шкиберс, текстовый пересказ нашей беседы чуть позже появится на нашем портале MixNews.LV. Мартин, огромное спасибо за участие в нашем эфире. Наша работа продолжается, а вскоре очевидец Людмилой Прибыльской...